Доброе утро, коллеги. Начнем нашу сессию. Мы проведем демонстрацию работы платформы CFA, созданной компанией ST-Soft. Платформа предназначена для создания информационных систем для двух ключевых участников рынка CFA. Это операторов выпуска CFA и операторов обмена. В своей презентации мы постараемся акцентировать следующий момент. Это архитектура, основные возможности нашей платформы и преимущество выбранного нами подхода, который позволит нам достичь заявленных в анонсе качественных характеристик по быстроте, гибкости и эффективности. Мы постараемся эффективно использовать отведенное нам организаторами время, его не так много, и будем готовы ответить на ваши вопросы и в течение воркшопа, если можно после демонстрации, а также на стенде и, соответственно, после Финополиса. Фишка нашего воркшопа в том, что мы собираемся продемонстрировать жизненный цикл токена в реальном времени, ну и за исключением последнего этапа погашения, вместив все временные интервалы в заданное нам организаторами время. Не будем показывать подробно все процессы управления клиентами, выпуска CFA, сосредоточимся только на узловых точках. Хотим отметить, что нашей целью не было создание платформы для целевого заказчика или под конкретные типы токенов. Мы исходили из того, что платформа должна уметь работать с так называемыми базовыми шаблонными структурами бизнес-объектов и бизнес-процессов. Рынок CFA в данный момент находится в достаточно активном развитии и 259-й федеральный закон достаточно свободно определяет, а точнее не определяет возможные виды CFA. И участники экспериментируют и с долговыми инструментами, и с ресурсными CFA, и с факторингом. Еще хочется отметить, что в условиях рынка операторы могут создаваться как автономные компании, реализующие внутри себя все необходимые бизнес-процессы, а также как новое направление бизнеса в уже существующих компаниях. Ну, обычно это банки или какие-то финансовые организации. И тогда информационная система оператора может делегировать достаточно большую часть необходимых бизнес-процессов в основной компании. Ну, это, как правило, Киевосики, Киеваби-сервисы, сервисы под ВТ, риски. Это вся та специфика, которая есть у банков. Ну, естественно, конечно, использовать IT-окружение и окружение информационной безопасности. Давайте немножечко про архитектуру нашей платформы. Вот, на данном слайде условно изображена архитектура нашей платформы, состоящая из пяти основных уровней. Здесь нет никакого откровения. Да, это такая типовая структура приложения, использующая распределенный реестр. Снизу вверх, если идти, соответственно, ПО-нода сети. Да, здесь она изображена одна. Чуть позже я остановлюсь на том программном обеспечении, которое используем мы. Соответственно, дальше слой бизнес-сервисов. Тоже такая классическая модель микросервисной архитектуры. Следующий уровень – это интерфейсы. Да, ПО-платформы работают с конечными клиентами. Да, ну и, соответственно, конечно, мы должны предоставлять им удобные интерфейсы. Следующий слой – программа обеспечения платформы. Оно не функционирует изолированно в рамках компании. Да, оно должно взаимодействовать с различным корпоративным окружением. Это бухгалтерское ПО, аналитическое ПО, там, система отчетности, все, что может быть. Естественно, эти интеграции тоже потребуются. Ну и такой самый, как всегда, неприятный слой для интеграторов – это интеграции, так называемые. Да, естественно, это должны быть интеграции с финансовой организацией, с банком, где открыт номинальный счет оператора. Это будут интеграции с различными структурами, которые требуют отчетность. Здесь это ФНС, ЦБ, здесь вот мы нарисовали просто для, так сказать, только банк. Соответственно, немного подробнее про ту технологию, которую мы выбрали в качестве программ обеспечения для слоя распределенного реестра. Это, наверное, самое интересное, так сказать. Ну, сейчас на рынке для создания информационных систем операторов используются, как правило, там три варианта. Первое – это open-source ПО, ну, например, скажем, Hyperledger Fabric или там различные форки Ethereum, там, как бы, разной степени давности. Вот, вендорское ПО, да, уважаемый мастер-чейн и также Web3Tech. Говорят, что есть какие-то собственные разработки, да, ну, как бы, слышали, да, но слышали, но не видели. Вот. Нами для создания программ обеспечения NOTE распределенного реестра было выбрано open-source программ обеспечения Cosmos Standard Mint. Открытой информации о космосе в интернете очень много, документация достаточно актуальная, подробная, здесь тут описывать сложно. Вот. Что главное? Cosmos Standard Mint позиционировал себя изначально как блокчейн блокчейнов. То есть это программ обеспечения предоставляет возможность создания децентрализованных приложений с использованием множества блокчейн-сетей изначально. Основные блоки это, соответственно, Tendermint Core, это как реализация алгоритма консенсуса. Далее, Cosmos SDK, это набор библиотек для создания приложений ядра распределенного реестра. Значит, то есть, соответственно, для того, чтобы реализовать какую-то бизнес-логику уровня ядра, скажем, разработчики могут не только использовать смарт-контракты, но могут и создавать модули внутри. То есть, например, скажем, перенеся туда какую-то общую функциональность и вынести, скажем, контрактную специфику в код смарт-контрактов. Третья часть, такая самая, наверное, интересная, это, здесь не изображена она, это Inter-Blockchain Communication Protocol. Чуть позже, когда мы перейдем к демонстрации операций, базовых операций вторичного рынка, я скажу немножко поподробнее. Какие плюсы космоса очень быстро? Это интероперабельность. То есть, как я уже говорил, космос является платформой, которая позволяет различным блокчейнам взаимодействовать друг с другом. Скорость транзакций. Космос использует алгоритм консенсуса POS и, соответственно, ABC протокол тоже, в общем-то, как бы сильно влияет на производительность. Масштабируемость. Хорошее вертикальное масштабирование, это тут как бы заложено. Гибкость. Поскольку есть SDK, то космос позволяет создавать приложения и блокчейн с уникальными возможностями. Ну, децентрализация, это как бы естественное свойство любого программного обеспечения для нот распределенного реестра. Ну, и еще несколько, скажем, таких важных моментов, которые мы уже там получили, увидели в рамках разработки и эксплуатации. Это минимальное требование к сети валидаторов. Очень важно, потому что, да, есть системы, которые, в принципе, требуют достаточно такого большого ресурсоемкого сетапа. Мы используем для написания смарт-контрактов язык высокого уровня RAST. Это дает возможность реализовать достаточно сложную бизнес-логику. Интерфейс пользователя у нас реализован с помощью, точнее, реализован с учетом перспективы создания мобильных приложений на фреймворке React Native. Также, скажем, мы используем там язык запросов GraphQL, это, в общем-то, достаточно быстро и гибко позволяет реализовать необходимые функции. И еще одна фишка наша, да, что наше ПО развертывается в контейнерах под управлением Kubernetes. И в данном случае мы используем наше собственное программное обеспечение ПО Botsman. Если кому-то вот интересно вот этот вот раздел знаний, да, в принципе, на нашем стенде мы готовы дать какую-то дополнительную информацию. Так, дальше давайте. Теперь мы очень стремительно начинаем демонстрировать основные интерфейсы платформы, а также базовый жизненный цикл токена CFA. Значит, очень коротко, базовый жизненный цикл – это подготовка, согласование и подписание выпуска эмитентов, сбор заявок на первичное размещение, проведение выпуска, базовые операции вторичного рынка и погашение токена. Значит, по составу интерфейсов будет показан личный кабинет сотрудника оператора платформы, личный кабинет инвестора и эмитента. Една ремарка, да, вы это все знаете, что в соответствии с 1059-м федеральным законом действия в системе от лица клиента на данный момент, ну вот сейчас это юридические лица, совершает физическое лицо представитель, который проходит процедуру анбординга Киваси. Итак, первый этап – это создание выпуска. Коллеги, мы переходим в личный кабинет эмитента, постараемся на каждом экране делать небольшую паузу, да, но смотрите, да, времени очень мало, и если кто-то, конечно, захочет, ну, надеемся, что захочет посмотреть это все, как сказать, менее динамично, приходите к нам на стенд, покажем. Соответственно, создаем новый выпуск, заполняя базовые параметры, ну, они тут как бы едины сейчас везде, тут ничего нового, наверное, нет. Здесь, наверное, самое интересное – это будет выставить временные параметры жизненного цикла для того, чтобы вот этот жизненный цикл у нас реализовывался прямо автоматически в течение вот этих вот там 20 минут. Заполняем какой-то там даме данные, это как обычно. Так, давай, Миша, значит, сколько у нас там по времени получается? После того, как параметры выпуска будут заполнены, смотрите, соответственно, конечно же, этот процесс согласования проспекта выпуска, документ выпуска – это такой как бы внесистемный процесс. Здесь, в данном случае, это вот айтишная составляющая, да, для функционирования любой информационной системы нужны данные. Вот эти данные в систему вводятся. Значит, следующим этапом будет что? Сейчас эмитент сохранит, соответственно, выпуск и отправит этот выпуск на проверку администратору. Вот, проверку мы осуществим достаточно таком, ну, по факту мы просто подтвердим, подтвердим правильность параметра выпуска, и далее выпуск будет уже подписан эмитентом и отправлен в распределенный реестр, где состоится инициализация смарт-контракта. Так, сохраняется, отправляется на проверку. Мы переходим в личный кабинет администратора платформы. Операции, в принципе, все они подтверждаются ЦП, не будем на это останавливаться. Хорошо, выпуск на проверке. Соответственно, переходим в личный кабинет администратора, такой суровый, черно-зеленого цвета. Находим наш выпуск по уникальному тикеру. Вот, ну, да, на проверке, что-то мы тут проверили, посмотрели, как бы, все это, конечно, все эти действия внесистемные. Естественно, такие там важные вещи внутри интерфейса делаться не будут. Выпуск подтвержден. Значит, после этого он приобретает статус на подписание, и мы возвращаемся в личный кабинет эмитента. Значит, после этого эмитент подписывает, соответственно, транзакцию своим приватным ключом, и транзакция отправляется в распределенный реестр. Так, подписание прошло успешно. Смотрите, значит, ну, поскольку здесь тут это демо-стенд, мы очень сильно надеемся, да, что вот эти операции, именно выполнение транзакции, они не будут там занимать больше 10-15 секунд. Вот, ну, вот в паузах мы, конечно, как... А, да, уже запланирован, да? То есть, да, соответственно, пока я говорил, транзакция была выполнена, и выпуск запланирован. Теперь мы ожидаем следующего этапа жизненного цикла, это начало сбора заявок на первичное размещение. Сколько у нас времени есть? Две минуты. Две минуты. Ну, давайте, скажем, ну, тут, наверное, тут больше люди технологически собрались, да, что еще можно показать в интерфейсе личного кабинета администратора. Есть вот раздел транзакции, Миш, впереди, пожалуйста, да, что это значит? Ну, по своей природе распределенный реестр, ПО распределенного реестра, оно не очень, конечно, такое стремительное создание, да, и если... Программное обеспечение нужно работать с данными, работать с данными транзакции, с результатами, да, то, как правило, не практикуют прямое обращение к самим нодам распределенного реестра на чтение. То есть, скажем, транзакции выполняются, после этого их результаты вычитываются с помощью такого, как типового сервиса, он называется обсервер. Насколько я знаю, в принципе, в любом ПО он и есть. Далее уже вот эти результаты могут использоваться, скажем, там, модулями аналитики и все прочее. Вот на экране вы увидите структуру транзакции типовой, она достаточно читабельная, тут какой-то там энкодинг-декодинг можно сделать. В принципе, это все для какого-то контроля, для отладки, для чего-то ни было, да, это удобно. Вот так, Миша, давай проверим, что у нас с нашим выпуском. Так, с выпуском, выпуском. Проверим, в каком он сейчас статусе. Так, запланирован, да? Ну, я думаю, что еще, наверное, 5-10 секунд. И мы перейдем уже на этап сбора заявок на первичное размещение. Здесь у нас появится следующий участник, это инвестор. А, есть прием заявок, да, совершился. Следующий, мы перешли на новый этап. Значит, мы сейчас находимся в ЛК-эмитенте, мы переходим в личный кабинет инвестора. Вот, ну, как бы, все очень достаточно похоже. Значит, соответственно, выпуск в статусе сбора заявок, и он появляется на маркетплейсе. Мы его здесь находим, соответственно, открываем и оформляем типовую заявку на покупку актива. Берем какие-то, значит, наши типичные 75 токенов. Значит, соответственно, показывается договор купли-продажи, который имитент принимает, принимает условия договора. Значит, вот текущий токен, который мы сейчас с вами демонстрировали, да, он использует схему DVP. То есть, денежные средства должны быть переведены на лицевой счет эмитента, соответственно, после подтверждения заявки. Вот, это внесистемный процесс, мы его, естественно, моделируем. Вот, вот сейчас счет на оплату тут выведен будет, там, скачать, закрыть. Это все какие-то типовые действия закрываем. Да, и, соответственно, ожидаем сейчас внесистемного процесса, как деньги придут в банк и поступят в нашу информационную систему и будут отражены на кошельке. И, соответственно, заявка перейдет в статус запланированного и будет ожидать непосредственно проведения выпуска. Тоже это, ну, наверное, там 10-15 секунд должно пройти. Сейчас посмотрим. Да, запланировано. Готово, да? Перешло, да, вот статус запланированного. Запланировано. Соответственно, мы создали, мы создали заявку. Можем перейти, пока ожидаем, на самом деле, окончания сбора заявок, можем перейти в личный кабинет имитента и посмотреть сами заявки, там, что они есть. Выпуск перейдетом. Вот идет прием заявок, заявки отражаются. Сколько у нас времени примерно? Сейчас, секунду, я думаю, минута. Ну, где-то в районе... 10-17 закончится через минуту, уже сейчас закончится сбор заявок. Ну, давай посмотрим. Через минуту мы поставили, заявки сразу могут идти на торговлю на вторичном рынке. Да, хорошо. Значит, что мы ожидаем, соответственно, при окончании сбора заявок, да, и с выпуске? Ну, это такая типовая операция, да? Соответственно, имитент получает средства инвесторов, инвесторы получают купленные токены. Вот, то есть мы все это проконтролируем и увидим. Вот портфель. А, уже есть, да? Есть, да, портфель имитент. Вот, пожалуйста, имитент получил свои там 7500 рублей. Давай посмотрим, что у нас у инвестора. Есть. Токены появились. Выпуск состоялся. Теперь такая достаточно специфичная тема – это вторичный рынок. Вот перед началом я хотел немножечко еще поговорить. Значит, хочется остановиться на вопросах вот этого будущего взаимодействия платформ. Интересная тема, она вот тут затрагивалась на первый день, на второй. Вот. А самое главное, наверное, поскольку мы все-таки представляем разработку, на теме межблокчейнового взаимодействия как наиболее сложного в технологическом отношении процесса. Вот, ну, по нашим наблюдениям, последние полгода, наверное, участники рынка начинают задумываться о том, что будет происходить во вселенной ЦФА, когда имеющиеся операторы начнут такую планомерную, постоянную, активную работу, появится там десяток, ну, может быть, ну, не знаю, десятки новых операторов. И, наверное, кто-то, кроме московской биржи, еще получит статус оператора обмена. И в этот момент нужно будет решать некоторые вопросы, вопросы взаимодействия. Нужно организовать маркетплейсы брокеров, на которых будут размещены предложения на первичное размещение, покупку и продажа ЦФА различных платформ. Вот, как показала, тут недавно проходила конференция ведомости, и практически все участники рынка заявляют одно, что локомотив развития рынка ЦФА – это привлечение брокеров. Следующий вопрос. Нужно будет понять, а смогут ли токены ЦФА перемещаться между платформами? То есть, смогут ли и зачем, и, ну, будет ли в этом какой-то смысл? А если смогут? Как, например, при этом решать вопросы погашения ЦФА? Потому что сейчас существует условие, что токен может гаситься только в родной системе, да, где родился, там и, соответственно, должен умереть. Как будет передаваться информация о клиентах, да, это вот DeFi распространение информации, да, вчера тоже на сессии об этом говорили. Наш протокол ABC предлагает вот уникальный и мощный подход для создания именно платформы взаимодействия с минимальным доверием. И подтверждение этому – впечатляющий рост самой экосистемы космос с момента ее запуска. Значит, очень коротко. В данный момент, сейчас, для построения вот этого кросс-чейн взаимодействия технологического используются следующие варианты архитектуры. Это, ну, просто так, для информации, да, это атомарный своп, да, это контракт с временной блокировкой. Дальше, мосты и, соответственно, технология ХАБ. Мосты, что это такое, да, это обмен сообщения между независимыми блокчейнами, при которых между ними есть некое доверенное лицо, посредник или оракул, через которого передаются и там транзакции, и вызовы смарт-контрактов, и любые сообщения. Какая здесь проблема, да, участники должны доверять этому посреднику. Вот, ну, как показывают там события, постоянно возникающие на рынке криптоиндустрии, ну, такой еще себе вариант. Вот третий подход, который используем и мы, это использование ABC протокола и реализация обмена на основе архитектуры ХАБа. Значит, он позволяет передать информацию между блокчейнами, когда вы создаете транзакцию на блокчейне А и проверяете ее на блокчейне Б, к которому, криптографическим алгоритмом блокчейна А и наоборот. Вот, то есть каждый из блокчейнов имеет актуальную копию своего соседа и пред, и это позволяет выполнить все необходимые криптографические проверки. В нашей экосистеме вот эта реализация, этот алгоритм называется Light Client. Вот, в нашей системе мы смоделировали именно такую же, именно же такую же ситуацию, и для реализации функции вторичного рынка мы используем архитектуру ХАБа. Что нам это дает? Ну, мы, во-первых, конечно, это моделирование и проверка работы, да, как бы одно дело прочитать, другое дело попробовать. И, соответственно, мы считаем, что этим мы все-таки готовим технологическую основу для одной из реализаций информационных систем оператора обмена. Не утверждаем, что наша реализация будет там единственная, она лучшая, да, но это одна из, и поскольку сейчас еще на рынке, в общем-то, нету какого-то общего знаменателя, ну, почему бы и нет? Значит, для этого мы используем отдельный блокчейн ХАБа. Ну, поскольку у нас один оператор платформы, он в данном случае выступает в качестве передающей и принимающей стороны. То есть мы просто дублируем все необходимые компоненты, ну, и при необходимости сможем уже переключиться на обмен между двумя независимыми блокчейнами. Соответственно, быстро покажем операции по вторичному рынку. Значит, здесь мы задействуем личный кабинет второго инвестора, который не участвовал в первичном размещении, соответственно, но там сильно желает купить выпущенные нами токены. Значит, соответственно, у него денежные средства уже есть, заведены, мы не будем эту операцию показывать. Он идет на маркетплейс вторичного рынка и сейчас разместит заявку на покупку. Вот, ну, за такими простыми действиями, да, скажем, типовыми, да, если, скажем, в зале, наверное, естественно, присутствуют люди, которые работали на фондовый рынок, брокеры, да, для вас эта операция покажется какая-то совершенно простая. За ней достаточно, но за ней мощная технологическая вот эта вот поддержка имени протокола ABC, потому что данная операция сейчас будет разбита на три транзакции, пройдет по сети, вот, и, соответственно, будет реализовано как раз как взаимодействие независимых блокчейнов через хаб. Так, мы подписали заявку, сейчас она должна поступить, соответственно, в определенный реестр через там пять секунд. Немножечко подождем. В принципе, использование протокола, вот, ABC, оно, ну, не сильно, да, замедляет. Есть, да, операция, операция шла успешно. Так, есть, да? Дошла. Теперь, соответственно, то есть один из инвесторов разместил заявку на покупку. Соответственно, теперь у нас есть инвестор, у которого есть эти токены, мы переходим в его личный кабинет, но окей, да, он пришел на вторичный рынок и там желает немножко, так сказать, часть какой-то своих токенов продать. Вот, все это выглядит, естественно, типовым образом, да, как бы, дьявол в деталях внутри информационной системы. Он принимает заявку, видит ее основные параметры, ну, тут проверил, все хорошо удовлетворяет, вот. Также подписывает транзакцию своим приватным ключом. Транзакция уходит в распределенный реестр, разбивается на три транзакции по протоколу ABC. Сейчас там произойдет такая легкая магия, соответственно, что мы увидим. Часть токенов перейдет от одного инвестора к другому, соответственно, часть денежных средств в обратную сторону, ну, и заявка исчезнет с интерфейса вторичного рынка. Так, подписали. А, все, свершилось, да? Да. Да, Миш, давай тогда теперь перейдем, посмотрим портфель быстренько. Это портфель у нас инвестора, который продал токены. А, да, он продал, соответственно, там у него уменьшилось количество, да, увеличились фиатные средства. Так, переходим к тому, кто у нас покупал. Сделаем рефреш, чтобы убедиться, что заявка исчезла из списка активных. Ну, вот интернет нам сегодня хорошо помогает. Так, и перешли в портфель. Миш, переводи тогда на следующие стадии. Значит, мы сейчас демонстрируем последний шаг, последнюю стадию жизненного цикла – это погашение. Единственный, как сказать, единственный шаг, который мы инициируем руками. Не будем там ожидать той даты, которую мы выставили. Итак, переведем токен на погашение. Значит, при погашении также совершаются типовые операции. Да, и, значит, у эмитента, соответственно, должна быть необходимая сумма для того, чтобы погасить токены находящие инвесторы. Сумма эта, естественно, рассчитывается с учетом параметров выпуска, то есть это доходности какой-то. Ну, здесь неважно. Это как бы финансовая математика, она вся заложена в смарт-контрактах. Вот. На погашение. Токен на погашение. Еще единственный момент, да, значит, на платформе предусмотрена возможность частичного погашения, да, потому что, ну, там выпуск может быть достаточно большой, и эмитент, в принципе, имеет возможность погасить выпуск частями. Вот. И денежные средства будут пропорционально распределяться, и токены пропорционально гаситься. Так, ты начал гасить, да? Да, я отправил на погашение. Ждем формирования счета. Так, да, сейчас будет сформирован счет. Это также, ну, по схеме DVP, то есть во внесистемном процессе эмитент заведет необходимую сумму там. Ну, в данном случае мы сейчас постараемся погасить полностью. Все, закрывай его. Значит, теперь мы ожидаем самого процесса. Тоже тут 5-10 секунд, и мы увидим. Токены, ну, есть такой объект, журнал погашения. Посмотрим. Да, соответственно, у нас было два инвестора. Погасились токены. Денежные средства переведены. Итак, коллеги, ну, вот сейчас мы, в принципе, с вами за отведенные вот прям 30 минут сейчас заканчивается. Показали полный типовой жизненный цикл токена, реализованный на нашей платформе CFA. И, наверное, готовы ответить на ваши вопросы, на которые еще там, наверное, минут 10 у нас есть. Если эти вопросы есть. Почему мы выбрали Космос Тендерминт? Ну, давайте так. Значит, у нас был опыт работы с Hyperledger Fabric. Вот, но я буду говорить, наверное, языком айтишника, да, то количество граблей, которые необходимы, чтобы ХЛФ заработал именно вот для конфигурации выпуска CFA, да, для какого-то... То есть, перешел из приватного блокчейна в публичный, ну, нас немножко не вдохновляло, да. То есть, мы смотрели, как разработчики, вот, решили от него отказаться. Был у нас вариант, конечно, разработки собственного блокчейна, такие наработки были, но я, как руководитель проекта, был очень рад, что программисты от этого отказались, да, и мы не ввязались в историю разработки собственного. Дальше смотрели то, что есть на рынке, но, честно, на рынке, конечно, ну, знаете, вариантов, наверное, немного, да, хотя тогда рынок еще был немножко в состоянии не как сейчас, там, до известных событий, вот. Ну, форк Этериума, ну, хотелось бы, наверное, все-таки, скажем, разрабатывать смарт-контракты не на Солидите. Вот. Что-то еще? Вы знаете, я даже не могу сказать, что были какие-то, какие-то у нас альтернативы. Был опыт использования Космос-Тендермид. Нам понравился ABC-протокол, нам понравились его возможности. У Космоса, на самом деле, очень неплохое, ну, нечего сказать, не русское, а русскоязычное комьюнити. Там, главный инженер, он, так сказать, русскоговорящий, не знаю, какая сейчас у него юрисдикция. Вот, у нас, соответственно, нам понравилась технологическая основа, да, то есть, Голенг, как язык для разработки, соответственно, ядра, модулей ядра. Раст, язык, как язык для разработки смарт-контрактов. Ну, как бы, ну, звезды сошлись. Говорю, вариантов было, на самом деле, немного. Покупать, ну, был еще, конечно, вариант купить вендорское ПО, но, как бы сказать, для нас, как для софт-вендора, это бы, наверное, выглядело достаточно странно. Так, коллеги, у вас какой-то еще есть вопрос? Ну, если кто-то созреет, мы ждем вас на нашем стенде, вот, напротив колеса Альфа-банка, вот, и готовы, на самом деле, не знаю, что-то в более медленном темпе показать, что-то в более медленном темпе рассказать. На реальной системе можем показать анбординг клиентов, потому что там и вопросы KYC, KYB, все это. Ну, давайте, есть у нас там еще время, да, показать KYC. Ну, смотрите, поскольку мы, поскольку мы все-таки делаем платформу, да, я же говорил, что мы не, не, так сказать, не связаны ни с каким конкретным заказчиком, да, мы в данном случае проводили работы для использования KYC, ЕСИА, то есть мы используем госуслуги. Ну, как сказать, это работает, это может быть, но сейчас немножко, конечно, ожидаем некую правовую основу того, чтобы это могло быть использовано. Но, в принципе, это, как бы, один из вариантов реализации вот этого децентрализованного авторизации пользователей. Почему бы и нет? Коллеги, спасибо. Тогда, если вопросов нет, мы заканчиваем нашу презентацию и ждем вас на нашем стенде. Спасибо за внимание.